Ну что ж, мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков об итальянской карьере Эльдора Шамуродова, который смог забить во втором матче подряд, на этот раз ворота столичного Лацио. Да, его гол не спас команду от поражения, Дженуа все равно проиграл 3-4, но, знаете, за Шамуродова как-то приятно, и учитывая то, что он в какой-то момент оказался на скамейке запасных, этот гол может стать поворотным моментом для всей его итальянской карьеры. И вот на фоне этого мне стало интересно, что же написали итальянские фанаты касательно забитого мяча Эльдора. Я зашел в Facebook, Twitter и другие соцсети и собрал тут самые интересные комментарии на данную тему. Ну и сейчас зачитаю вам перевод для нашего общего ознакомления. Поехали! Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания BaltBet, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте BaltBet, а также ведете промокод, указанный в описании к этому ролику, то получите бонус – три бесплатные ставки. Так что дерзайте, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Ну а мы переходим к итальянским комментариям. Филиппо Фикорелла написал, что Шамуродов забивает во втором матче подряд. Неужели он наконец-то вышел на свой лучший уровень? Если так, то наша команда получила топового нападающего. Ну посмотрим, сможет ли удержаться Шамуродов на таком сумасшедшем темпе, что забивает в каждом матче. Здесь, конечно, будет сложно, но хотелось бы отметить, что Шамуродов в России в какой-то момент забивал действительно в каждой игре по Галешнику. Ну или почти в каждой игре. Да, сейчас он выступает в Италии, здесь соперники более серьезные, более опасные, но и Эльдор, как мне кажется, за последнее время смог несколько прибавить. Он пропитался итальянским духом, итальянским футболом, он набрался полезного опыта и, возможно, сейчас готов к новым свершениям. Лоидан Акалуччи написала. А я ведь говорила, что Балардини сделает Шамуродова звездой. Он уже делал подобное с Пентаком и Кавани. Ну, Пентак и Кавани существенно прибавили именно при главном тренере Балардини, который сейчас работает в Жену. Франческо Спаделля написала. Жалко, что нападающие не получили хорошей поддержки. Шамуродов мог забить больше. Ему бы еще чаще давали хорошие передачи, и тогда он забил бы два, а то и три мяча. Если бы ему давали такие же шансы, как в концовке, когда Бадель вывел его на атакующую позицию. Ну, скажем так, Бадель действительно хорош был в этой ситуации, его передача была великолепна, и здесь Нилан Бадель действительно показал себя во всей красе. Его можно записывать, так скажем, в соавторы этого галешника. Джульяно Канте. Шамуродов и Дестро должны выходить в основе. Это отличная связка, в которой раскрываются оба нападающих. Ну что ж, Шамуродов и Дестро действительно удачно друг друга дополняют. Антонино Кьёкки. Как же классно разобрался с защитой соперника Эльдор. Если бы он забивал так часто, то его бы давно купил Ювентус. Ну, забивает не всегда Шамуродов, но в последнее время, скажем так, результативность его здорово выросла. В каждом матче забивает. Ну, во всяком случае, два матча подряд он забить голы смог. Посмотрим, что будет дальше. Маньяльте Виторио написал. Шамуродов снова доказал, что он идеально работает на скорости. Как же он классно уходит от защитников соперника. Ну, Шамуродов с красной нападающей тут не поспоришь. И в этой встрече он лишний раз доказал свои таланты. Мирельо Атави. Еще пара таких классных матчей, и я поменяю свое отношение к Шамуродову. О, ну это все. Ради этого стоит стараться, чтобы вот эта итальянка или итальянница, я так и не понял, чтобы они поменяли отношение к Шамуродову. Фольвио Аскурло написал. Великолепная игра в атаке, провальная в обороне. Может, нам стоит поехать в Узбекистан и поискать там классных защитников, таких же эффективных, как Шамуродов в нападении. Ну, в Узбекистане есть неплохие защитники, может быть, кто-то из них и пригодится Дженуа. Но не факт, что они будут так же эффективны, как сейчас Шамуродов в атаке, забивая в каждом матче по Галешнику. Ну, поживем, увидим. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.